До нового года 11 дней. Это значит, горожане вышли на елочные сафари. Всего в Бобруйске работает 8 базаров. Цены демократичны, ассортимент большой. Здравствуйте, а почем елочки? Вот 18 рублей. А, ну, каких размеров они? До метра 18 и выше. А деревья как есть, нет? Будут. Есть? Да. Ну, а понятно, что сейчас только началась торговля, а в том году, как, охотно покупали в Бобруйске елки? Да, охотно. Ну, какие самые, не знаю, размер ходовой? В прошлом году был самый 3,5 метра. Записываем точки продаж. Социалистическая входа на рынок Минская 22,54, Батова 16, Ковзана 47, Интернациональная 22, площадку молодежного парка, проспект строителей 58. Узнать зеленый базар очень легко. Огражденная территория и, конечно, много елок. Как говорят продавцы, пока люди присматриваются. В предпраздничный период на усиленные дежурства переходит лесная охрана. На дорогах рейды проведут и инспекторы ГАИ. Жителям напоминают, даже на перевозку купленной ели или сосны должны быть документы. Как правило, это чек о поплате с указанием места покупки. В противном случае грозит штраф до 300 базовых, а это 8100 рублей. Для физли санкций меньше, однако купленное дерево обойдется в разы дешевле. Нарушителям грозит штраф. Во-первых, по статье 15.22, часть 1 и 2, в зависимости от категории лесов, где будет осуществлена данная вырубка. Кроме того, физические лица, да и юридические, в том числе индивидуальные предприниматели, которые нарушат законодательство, кроме штрафа, обязаны будут возместить и вред, причиненный окружающей среде. С них еще взыскана стоимость данных деревьев. В настоящее время стоимость одной ели либо сосны составляет одна базовая величина. Купить главный атрибут новогодних праздников жители смогут по 31 число. С 10 утра до 7 вечера. В ассортименте как живые, так и искусственные деревья. Высота – главный критерий цены. Максим Кемель, Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели.